Пятница 9 утра. Выход на станцию метро «Стрелка» в Нижнем Новгороде. Народ, спешащий на работу, буквально замирает. Останавливается и автомобильное движение. В пристрое 12-этажного здания слышен оглушительный гром. Волна относит припаркованные машины на несколько метров. Вот эксклюзивные кадры с камер видеонаблюдения. Люди пытаются понять, что произошло. Жители высотки начинают выбегать на улицу. Такой хлопок ощущения, как будто дом сложился где-то. Жуткий взрыв. Полетел вот это пыль монтажная. По дому прям сразу пыль. Стены выбило двери у нас. Потолок обвалился. На воздух полностью взлетел ресторан японской кухни, расположенный как раз-таки в пристрое. Вот так выглядит реконструкция событий. Эпицентр находится под заведением общепита. Через считанные минуты на месте ЧП появились сотрудники экстренных служб. Ударной волной выбивает окна, страдают смежные помещения. Вот эксклюзивные кадры из салона красоты. Входная дверь разлетелась в крошку. Обвалилась плитка и подвесной потолок. Сотрудники, находившиеся на момент происшествия в офисе, не пострадали. Однако говорят, что по ощущениям сила удара была похожа на землетрясение. Где-то, наверное, в 9 часов 7 минут прозвучал такой огромный взрыв, что я аж со стула слетел. В помещении повреждений не было. Я не понял вообще, что произошло. То есть встал в проеме прохода и ждал, когда меня эвакуировали, потому что выйти сам самостоятельно не смог. Машину откинул волной на 7 метров, что она даже припарковалась с соседней машиной. Площадь обрушения 200 квадратных метров. Объем завала почти 600 кубометров. Из 12-ти этажки в привитивных мерах эвакуировали 106 человек, в том числе 18 детей. К тому моменту власти уже дали ряд важных поручений, главная цель которых – помочь каждому. Мы никого не бросим. Будем заниматься до самого завершения, до эффективности завершения этой ситуации, до решения ее. Питание, больничные услуги, все, что нужно, все в утренную зону. Если у вас возникают какие-то вопросы, то глава района здесь, здесь наши коллеги из городского службы ЧАЭС. Обращайтесь, будем все быстро реагировать. Окна поможем ставить. Пострадавшим, безусловно, будет оказана какая-то помощь. Всю дальнейшую информацию мы вам доведем после заседания штаба КЧАЭС. Значит, сегодня с периодичностью раз в два часа будет заседание этой комиссии. Отсюда никто просто не уезжает. Жители размещают в ближайшей школе номер 41. Для людей организовано питание, помощь оказывают медики и психологи МЧС. Чай вот предлагали, давление померили, у меня очень сильно подскочило давление. Да, сразу же предложили. То есть мы пришли сразу все предложили? Все предложили, все предоставили. Хорошо. Тем временем на месте ЧП работают не меньше 300 человек и 60 единиц техники. Для оперативности и слаженности работы экстренных служб в Ханавинском районе вводится локальный режим ЧАЭС по Мещерскому бульвару. Временно останавливают движение. Один из входов в станции метро «Стрелка» закрывают. Тогда появляется информация, что под завалами находятся люди. Под обломками слышны голоса. Становится известно о троих пострадавших. Под завалами девушка – сотрудница ресторана. Спустя четыре часа ее спасают. Она получила серьезные ожоги. Озоги лица, передней грудной клетки, кистей, верхних дыхательных путей. Видимых повреждений костей не было. После оказания помощи эвакуировано в ожоговый центр ему. Дом 3, корпус 2 на Мещерском бульваре. 12-этажный, кирпичный 2005 года постройки. Два подъезда, 101 квартира. По столько же в двух соседних корпусах. Высота потолков 2,5 метра. По разным данным в доме, кроме собственно самих жилых квартир, могут находиться до 16 организаций. В том числе стоматология, маникюрный кабинет, студия графического дизайна, салоны красоты, турагентства, несколько магазинов. К делу подключается следственный комитет. На месте происшествия работают опытные следователи, исследователи-криминалисты регионального следственного управления. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотрено в части 1 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации о оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Примечательно, что в доме электрические плиты, не было газового оборудования и в торговых организациях. Но нашей телекомпании удалось выяснить, что приоритетная версия причины ЧП – утечка газа в транзитном трубопроводе. Утечка из трубы среднего давления произошла давно. Газ успел скопиться в подвальном помещении, не относящемся к кафе. Его взрыв и мог привести к ЧП. Сам же владелец разрушенного заведения общепита себя считает также пострадавшим. Вышел только что с допросов с органов официальная информация. То, что на объекте шла труба газовая, в ней было отверстие, из-за чего произошел взрыв. Обслуживающей организацией является автозаводская газовая организация, и кафе «Самурай» здесь ни при чем. В школе с эвакуированными жителями несколько раз встречаются заместитель губернатора Дмитрий Краснов и заместитель главы Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин. Уже вечером есть заключение по обследованию дома. Вернуться в свои квартиры могут большая часть жителей. Экспертная организация провела обследование и сделала вывод о том, что конструктив дома не поврежден. Жителям пяти из шести подъездов было разрешено вернуться домой. Причем всем желающим, даже жителям этих подъездов, было предложено разместиться в гостинице «Маринспарк-отель», которая здесь находится также в Канавинском районе. Жители одного подъезда находятся в гостинице. Всего там 47 человек на данный момент. Изначально было 44. Все желающие, кто будет прибывать, будут размещены также в этом отеле. Губернатор Глеб Никитин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим, в том числе и материальную. Обследуем вместе с собственниками все помещения на предмет определения ущерба в силу этого происшествия для имущества и для, собственно, квартир. Потому что вылетели стекла, лежат замене окна. Решение мы приняли, что мы, естественно, профинансируем и оперативно выделим соответствующие средства для того, чтобы исключить весь ущерб для строительных конструкций. Также поможем оформить документально все последствия происшествия в виде ущерба для людей. Окажем материальную помощь в обязательном порядке. Естественно, особый контроль у нас будет в отношении девушки, которая, к сожалению, в тяжелом состоянии. Сейчас находится в реанимации. 35% ожогов. Но все-таки мы с оптимизмом смотрим на развитие этой ситуации. Надеюсь, что все будет хорошо. Но мы тоже, естественно, окажем помощь и ей, и семье. Значит, что касается иных собственников здесь, в том числе коммерческих помещений, а также автотранспорта, который пострадал, также будет оказана вся необходимая помощь для документального свидетельствования этого ущерба и уже определения юридических последствий. То есть, каким образом будет компенсирован этот ущерб. В любом случае, мы никого, кто пострадал, не оставим без помощи и без этой компенсации. Вместе с этим свою работу продолжает оперативный штаб. Только за первые часы с момента вывезено 7 КАМАЗов и 56 тонн строительного мусора. Работы будут продолжены. Как уже сказал Глеб Сергеевич, планируем к утру максимально все завершить. Все будет зависеть от того, с чем мы столкнемся дальше при разборке завала. Потому что имеется подвальное помещение, мы должны понимать, что нам туда надо обязательно попасть. И мы это постараемся сделать в кратчайшие сроки. Сергей Щепля, Игнолик Лавров, Михаил Гордников, Алексей Завулов и Александр Фомин. Время новостей.